Что в целом можно рассказать про качество монтажа пароизоляционной пленки и про качество монтажа утеплителя. В целом я ничего критичного не обнаружил. Крыша утеплена 20 см, пароизоляция проклеена, по стыкам проклеена, проклеено примыкание к стенам. Сейчас поэтапно я буду вам показывать сперва утеплитель, потом буду показывать пароизоляцию. Первый пункт, почему мы делаем дополнительное утепление, это из-за того, что в проекте дома используются вот такие вот сдвоенные стропилы. Посмотрите, внизу образовалась вот такая вот небольшая щель. В процессе эксплуатации дома стропила немного повело, и вот эти вот щели нужно как-то закрыть. Соответственно, если их не закрывать и не делать дополнительное утепление, то вот это мостик холода, отсюда будет идти холодный воздух зимой. И, возможно, клиенту это будет доставлять небольшой дискомфорт. Хочу обратить ваше внимание на нюансы при утеплении. Почему производители рекомендуют делать утепление именно, чтобы внутреннее расстояние между стропилами было 59 см. Вот здесь у нас есть простая прямоугольная плоскость. На этой плоскости расстояние между стропилами разное. Где-то 56 см, где-то 59 см, где-то 60 см. И давайте сейчас я вам буду показывать конкретно, как выглядит утеплитель на 56 см, как утеплитель выглядит на 59 см, и как утеплитель выглядит на 60 см. Первый участок. Расстояние между стропилами ровно 59 см. Посмотрите, как хорошо сидит плита утеплителя. То есть нету никаких неровностей. Она идет заподлицо со стропилами. Нету никаких бугров, нету никаких таких критичных щелей. Утеплитель держится самостоятельно, нету никаких натянутых ниток, которые бы его дополнительно придерживали. То есть вот это вот как бы идеальное исполнение. Так вот в принципе и должно быть. То есть расстояние внутреннее между стропилами 59 см. Второй участок. Расстояние между стропилами 60 см. Мы когда снимали пароизоляционную пленку, нам пришлось прикрутить вот такие вот дощечки для того, чтобы утеплитель не вываливался. Ширина плиты 60 см. Соответственно, расстояние между стропилами тоже 60 см. Нету утеплителя возможности нормально держаться, соответственно, он начинает вываливаться. До этого удержала пароизоляция. Так как пароизоляции нету, приходится прикрутить вот такие вот дощечки для того, чтобы он не вываливался. Размер между стропилами 38 см. Обратите внимание образование небольшого такого бугарка. Связано это с тем, что плита утеплителя сделана с запасом не один сантиметр, а сделан где-то сантиметра полтора-два, наверное. Поэтому, когда плиту вставляют, она образует такой вот небольшой бугор. Вот эти бугры, они вообще у нас на этой крыше есть. Вот эти бугры разного размера в зависимости от того, насколько строители делали запас. То есть, если запас больше, там, допустим, 2-2,5 см, соответственно, бугор тоже больше. Если запас меньше, то и бугор меньше. Также в утеплении кровли есть вот такие вот участки, когда утеплитель не доходит какое-то расстояние до стропилина, и образуются вот такие вот большие щели. Что еще касается по поводу утеплителя. Ребята, которые делали крышу, они даже утеплили зону мурлата. Единственное, качество утепления такое не очень хорошее, но в целом многие даже эту работу не делают. Переходим к пароизоляции. Посмотрите, пароизоляционная пленка, которая здесь используется, в принципе, неплохой вариант. Клиенту не понравилось то, что на этой пароизоляционной пленке нету маркировок, но так вот если посмотреть, ну не могу сказать, что это самая такая плохая пленка. В целом она должна справляться со своими обязанностями, это сделать так, чтобы пар не попал в конструкцию кровеного пирога. То есть эта пароизоляция проклеена, видно вот эта вот черная полоска здесь, там вот черная полоска. Также пароизоляционная пленка проклеена по стене. Единственное из минусов, то, что я могу сказать в данной работе, это то, что дом у нас это клееный брус. Вот клееный брус все равно имеет небольшую усадку. Вот и по правилам монтажа пароизоляционной пленки, вот здесь вот нужно делать небольшую петельку. Делается это для того, что если дом начинает усаживаться, чтобы не рвало вот эти вот места. Основная крыша у нас утеплена базальтовым утеплителем. Вот, ширина плиты 10 сантиметров, поэтому он хорошо держится между стропил, особенно в тех местах, где у нас расстояние внутреннее 59 сантиметров. Сейчас я хочу провести небольшой эксперимент. У нас на этом доме есть два вида утеплителя. Это изорог плотностью 50 килограмм на кубический метр. И это кнауф плотностью 15 килограмм на кубический метр. Это у нас базальтовый утеплитель, вот это минеральная вата. Расстояние мы сделали 59 сантиметров по внутренней стороне от бруска до бруска. Сейчас я вставлю один утеплитель. Посмотрим, как он будет смотреться. И вставлю второй утеплитель, то также посмотрим, как это будет смотреться. Итак, мы смонтировали два утеплителя. Здесь у нас минеральная вата, здесь у нас каменная вата. Каменная вата у нас держится самостоятельно, нет никакой поддержки в виде ниток. У этого утеплителя есть, как вы видите, специально поддерживающая нить для того, чтобы не вываливался. Если бы здесь у нас была бы толщина обрешетки 10 сантиметров И утеплитель, соответственно, был бы тоже толщиной 10 сантиметров То мы спокойно бы его вставили в обрешетку, да, и он бы у нас не вываливался Но 5 сантиметров для минеральной ваты это недостаточно Для того, чтобы он держался в обрешетке У него начинает прогибаться середина и, короче, он вываливается Этот утеплитель за счет того, что он плотный Его с натяжкой вставляешь между обрешетки, да, и он самостоятельно держится Что можно сказать про эти два утеплителя? Несмотря на то, что нам дополнительно нужно натягивать вот такую вот нить Чтобы он держался, то есть вроде как бы усложнение работы Но вот этот утеплитель, он намного пыльнее То есть, не знаю, приятнее работать вот этим утеплителем Но это с моей точки зрения Опять же, этот утеплитель требует к себе более нежного отношения в плане разгрузки В плане затаскивать его наверх Лишний раз не надави, потому что он начинает ломаться Этот утеплитель можно там сминать, скручивать Не знаю, наверное, для нас больше подходит вот этот утеплитель В принципе, и этим утеплителем, и этим утеплителем можно сделать крышу качественно Но есть определенные нюансы Каждый человек эти нюансы выбирает сам